Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник Очень Многодетной Мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях. Ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Ребят, огромное вам спасибо за вашу поддержку. Ну что, вчера меня не было на ютубе, Лёльку я не смотрела, но, друзья мои, сегодня я все-таки зашла. Да, заглянула в святая святых, запосмотрела, что же там Лёлька выложила, да, так скажем, из последнего. Ну а из последнего Лёлька, смотрю, навыкладывала шортсов, друзья мои, а там везде звезда, конечно же, Варя. Ну да, как говорится, в семье поберухи все должны зарабатывать деньги, вне зависимости от возраста. Вот и Варюхе нет еще даже и года, ну а Варя уже зарабатывает маме денюжки. Посмотрела, ребят, первый шортс, ну из тех, которые я еще не смотрела, да, за последние несколько дней. Ну а там Варя была благополучно посажена в раковину, да, слава богу, что не на кухне, как говорится, на том спасибо, да. Посадила Лёлька, значит, свою дочурку любимую, прям такую любимую-любимую, да, которая копия прямо Шурик. Посадила ее в раковину, стоит, значит, из лейки ее поливает водичкой и все это дело снимает на камеру. Ну а Варя в этот момент облизывает смеситель. Ну а Лёлька довольная, пилите, Шура, пилите, пилит как раз-таки контент, ребят, честно, ну это трындец. Я скажу, что я действительно в шоке по той простой причине, потому что мы с вами прекрасно понимаем, да. Лёлька, помните, как любит рассказывать, да я тут все, у меня тут такая вообще чистота всегда, я тут белизной по всему прохожусь, все намываю. Правильно, правильно, и Варя теперь вот эту вот белизну, да, всю вот эту вот химию, все на свете, все, что, как говорится, можно и нельзя, облизывает, засовывает себе в рот. Ну а Лёлька спокойно на это смотрит и снимает. Да, прекрасно понимая, что будут, конечно же, какие-то негативные комментарии, Лёлька взяла, вообще отключила комментарии, то есть зашибись, да. Ну мало того, что ребенок все это дело облизывает, ребенок, как всегда, еще и голый. То есть это вот любовь, да, любимое, вернее, занятие по берухе, выложить маленького ребенка обязательно голым. Знаете, ну вот честно, уже столько раз говорили на эту тему, ну вот насколько ей все-таки плевать на своих детей, да, насколько ей вот плевать, в каком виде она выставляет своих детей на всеобщее обозрение. То Якова там снимала сидящим на горшке, то всех своих детей, то голыми, то полуголыми, но это ужас, это ужасно на самом деле. Кто-то скажет, да ладно, да это маленький ребеночек, да ей только-только там исполнилось полгодика и так далее, но это не должно быть на всеобщее обозрение. Опять же, это мое мнение, кто-то согласится, кто-то не согласится, но нормальный родитель, ну не будет выкладывать своего ребенка вот так вот, да, зачем? Опять же, вопрос на засыпку, для кого? Смотрите вы дома, ради бога, любуйтесь своим ребенком. Далее, друзья мои, Варя. Варя, собственно, уже типа Варя пошла, да. Ну все уже, Лелька, знаете, у нее такая болезнь, что вот, да, все ее дети талантливы, все дети у нее, значит, начинают рано говорить, рано ходить, все дети вообще вот самые-самые вот не такие, как у всех. И вот этот вот шорт, друзья мои, где Варя стоит, да, ее поддерживает помощница, ну там видно по рукам, что это не Лелькины руки, не Лелькин маникюр, ну и Варя типа пытается стоять, да. То есть вот это вот, когда должна родная мама находиться рядом, нет, там помощница, да, то есть вроде как пытаются показать какие-то первые шаги, да, ну она еще не пошла, конечно же, да, но в любом случае они ее там поставили, она вроде как стоит, пытается, пытается стоять, да, держится, понятное дело, но в любом случае, да, мама должна быть рядом, а здесь нет. Здесь не мама, здесь помощница, потом, правда, показали, как Варя лежит на пузе, уже на Лелькином пузе, да, там уже виден и Лелькин живот, и видны Лелькины руки с маникюром. Ну, понятно, да, и далее, друзья мои, еще один шорт, который, вы знаете, меня тоже прям сразил на повал, да, там, где на кухне Варя ползает, рядом щенок, да, тоже там же, как говорится, и тут же Варя дергает этого щенка за хвост, за все на свете, там, за шерсть хватает, да, тут же потом, понятное дело, эти руки потянет к себе в рот, там же валяются все вот эти вот вареные игрушки, погремушки валяются прям на полу, да, по которым тут же ходит щенок лапами и так далее, то есть потом все это потащится, Варя же опять же в рот, я уверена, что никто это дело обрабатывать, да, как-то там намывать, чистить, дезинфицировать точно не будет 100%, ну, короче, короче, все, как всегда, через одно место, мне очень понравился там комментарий, друзья мои, да, там кто-то написал, самая лучшая няня для ребенка, ну, типа щенок, самая лучшая няня для ребенка, да, уж действительно, маловато там нянек будет, да, мамка это действительно не няня, мама это, да, мама это не няня, мама это не тот человек, Лёлька, Лёлька вот как раз-таки заниматься ребенком 100% не будет, ну, так там мало нянек, да, и, собственно, естественно, лучшая няня это щенок, но это действительно даже смешно, то есть тут же, ребят, вот нам Лёлька показывает, сколько раз, да, показывала, как там вот щенок бегает по коровникам, по сараям, собирает на себя всю эту грязь и так далее, потом, потом тащит этого щенка в дом, да, я очень-очень сомневаюсь, что ему каждый раз там намывают животик, намывают лапы, я вообще в это, если честно, не верю, и тут же, значит, Варя валяется, как раз-таки лежит там, да, на этом полу, щенок там же, она, значит, этого щенка там и хвост ему крутит в разные стороны, ну, а Лёлька подписывает свой шорс, мол, вот почему мы завели эту породу, мол, потому что любит детей, типа, потому что такая вот терпеливая, да, вот, ребенок может делать все, что угодно, но на самом деле собака тоже может отреагировать по-разному, всегда по-разному, да, где-то собака промолчит, а где-то, если ей, возможно, сделают больно, да, а ребенок маленький, тем более такой маленький ребенок, которому всего-навсего полгода, да, да, даже годовалый ребенок, он тоже не понимает и не осознает, что он кому-то делает больно, опять же, поэтому, если ребенок сделает больно собаке, не факт, что в следующий раз собака точно так же спокойно и лайтово отреагирует на причиненную ей боль, согласитесь, она может как-то отреагировать по-другому, может покусать, может что-то еще сделать, да, может как-то навредить ребенку, здесь тоже уже как-то надо смотреть и понимать и осознавать, что это все не шуточки, да, опять же, может быть, собственно, все, что угодно, но Лёльке, как всегда, плевать, вот такая вот мама, да, вроде там мама должна находиться рядом с детьми, но мамы, как всегда, нет, либо мама пилит контент, либо мама занимается социальными сетями, либо мама куда-то там ездит со своими мужиками по городам и весям, где угодно, только не находится со своими детьми, в том числе и с маленьким ребенком, которому на минуточку только-только исполнилось полгодик, а эту Варю уже давным-давно сдали на поруки другим детям, да, более старшим детям вон бросили на Сашу и, собственно, иди, бери, занимайся, хотя, вот так, по большому счету, опять же, да, вспоминаем, как Лёлька говорила, я не хочу перекладывать свои обязанности, свою ответственность на плечи своих детей, я не хочу, чтобы они потом меня ненавидели за это, я хочу, чтобы у них было детство и все, как говорится, все, как все в нормальных семьях у нормальных детей. Ну и что мы видим? У Саши есть какое-то детство? Я что-то не вижу, чтобы Саша где-то там бегала, играла, в какие-то секции посещала, куда-то ходила с подружками, где-то как-то после школы проводила время, да, мы этого не слышим и не видим, то есть у Саши все то же самое, что было у Женьки, кормящей медалистки, что было у Феди, что было у Лёшки картошки, вот, пожалуйста, да, пришел из школы, уж не знаю, там делает она там уроки, там не делает она уроки, да, вот ей в зубы дали вот эту вот Варю, бери, занимайся, да, как говорится, вот тебе Варя, вот проводи с ней, пожалуйста, время, вот, собственно, и все, то есть Лёлька говорит одно, а делает абсолютно другое, да, как она говорит, я не хочу заставлять своих детей чистить снег, там, убирать навоз, потому что мои дети этого делать не должны, правильно? Зато ты взяла, всучила маленькому ребенку, а Саша все равно еще маленький ребенок, как ни крути, ей 11 лет, да, всучила еще более маленького ребенка, которому даже года нет, которому исполнилось всего-навсего 6 месяцев, и вот, пожалуйста, давай, Саша, вперед, как говорится, на амбразуру, давай занимайся, мамка будет заниматься личной жизнью, ну, а дочка Саша, 11-летняя, будет заниматься мамкиным очередным ребенком, зашибись, да, как мы всегда с вами говорим, а чё б так не рожать, ребят, а чё б так действительно не рожать, да, вон, как говорится, да, а воспитывать будет кто-нибудь другой, и заниматься будет кто-нибудь другой, а Лёлька будет делать все, что угодно, лишь бы только не находиться рядом со своими детьми. В общем, друзья мои, Лёля, как всегда, в своем репертуаре шорцы, Лёлькины это просто трындец, сразу видно, насколько маме ребенок в кавычках интересен. Ну, как-то так. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok